Цезарь, крестовые походы, Бородино. Всё это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня снова антрополог Мария Борисовна Медникова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Здравствуйте, Мария Борисовна. Здравствуйте. Сегодня мы будем продолжать тему, которую начали несколько эфиров назад. Мы говорили о том, как люди изменяют своё тело и почему. Мы уже поговорили о самом таком жутком способе, о трепанациях. Вот, сегодня будем говорить о том, что лучше сохраняется и, точнее, хуже, наоборот, сохраняется, поэтому мы про это впервые застаём это чуть попозже в хронологической такой летописи. Сегодня мы будем говорить о татуировках. Вот, но сначала всё-таки нужно, мы так как-то вкратце в прошлый раз об этом говорили, сначала нужно теоретически вообще обозначить, зачем люди в принципе на себе что-то рисуют. Да. Ну, прежде всего, мне бы хотелось, наверное, сказать, что такое татуировка и о каких явлениях мы будем говорить. И я хочу напомнить формулировку, которую предложил ещё в XIX веке один из основоположников российской этнографии, этнологии, Лев Яковлевич Штернберг в статье в энциклопедии Брагауса и Фрон. Он назвал вот эти явления неизгладимыми знаками. И вот к неизгладимым знакам относятся прежде всего татуировки. Ну, и относятся такие явления, как нанесение специальных шрамов на тело в некоторых культурных традициях, ну, и некоторые более радикальные. Если говорить о том, когда это происходит, ну, во-первых, мы, наверное, должны определиться в понятиях, какие у нас существуют вообще модели восприятия мира. И без вот того, как разобраться в этих теоретических понятиях, мы не сможем понять смысл подобных практик. В первобытном обществе люди верили, что весь мир создан богами, и они, в общем-то, не особенно интересовались последующим течением времени. Они должны были делать что-то, чтобы постоянно подтверждать свою верность и этим сакральным ценностям своего племени. И, ну, для этих целей они проходили специальные посвятительные обряды, необходимые какие-то, ну, для того, чтобы приобщить детей к ценностям племени или при вступлении в брак, или когда они теряли своих близких. И, как правило, именно в этот очень сложный период они наносили на тело татуировки или шрамы. Об этом нам говорят самые разные источники информации. И вторая модель поведения, которая возникает уже в цивилизованных обществах. То есть в обществах, которые имеют письменность, которые организуют свою жизнь совершенно по другому принципу. В таких обществах, как правило, манипуляции со своим телом не приветствуются или воспринимаются негативно, как знак наказания или унижения. Ну и первое такое негативное отношение к татуировкам мы наблюдаем в античный период в Древнем Риме и до этого в Древней Греции. И это очень хорошо отмечается. Мы про это будем говорить, ну, то есть будем приводить примеры. Но это совершенно забавно, то, что вот в одних обществах татуировка — это показатель статуса, высокого какого-то статуса чаще всего. Вот. А в письменных обществах это уже наоборот, как клеймение раба, наказание за что-то. И вот очень чётко всегда видно, да, то есть если дописьменное общество, татуировка — это всегда плюс. Если письменное общество — всегда минус. И мне очень нравится ваша теория, почему в современном мире татуировка опять возродилась. Объясните это. Ну, собственно, идея такая, что сегодня мы, конечно, сталкиваемся с пышным расцветом практик обращения со своим телом, татуировки и пирсинг, шрамирование — это стали очень популярные явления. Раньше они были распространены в каких-то более таких изолированных группах, иногда маргинальных, ну, скажем, отображали принадлежность к какой-то профессии, как у моряков, или в преступном мире были распространены. А сегодня татуировки делают себе люди очень широко, просто это модно, это считается красивым и популярным. Но вот если опираться на эту теорию о том, что татуировки, ну, как бы побудительным мотивом для совершения татуировок является отказ от письменной культуры, то в данном случае, мне кажется, что вот большое количество визуальных образов, которые нас окружают, увлечение комиксами, оно как-то активизирует... Инстаграмом многое. Да, оно активизирует какую-то, может быть, очень древнюю модель поведения, подсознательную. И такие вот способы себя украшать становятся неожиданно вдруг популярными. То есть наше общество больше ориентируется на картинку сейчас, да? Это на всякие зрительные образы, чем на текст. Дело в том, что когда мы воспринимаем информацию из текста письменного, наш мозг работает совершенно по-другому. И, ну, собственно, есть такие исследования, просто их еще пока мало. А вот когда мы смотрим на картинку, иногда даже на фильм, да, на движущуюся картинку, но это активизирует программу такого буквального восприятия действительности. Это правда. Это действительно так. И тут надо отметить, считается, что это мода, которая к нам прилетела откуда-то издалека. Ну, потому что когда мы говорим про татуировку, сразу все представляют себе Новую Зеландию, маорийских воинов. Мы как раз сейчас будем говорить о том, что это общечеловеческое явление, и оно было развито во всех обществах дописьменных, в том числе и на территории Старого Света, там, на территории современной России, еще что-то. Давайте тогда, наверное, пойдем по хронологии и вспомним, когда и где мы нашли самую первую, ну, татуировку, я имею в виду, которая самая древняя. Поговорим про Эдце и Австрию. Вообще, конечно, изучать древность татуировок – это сложная задача, потому что мы вынуждены прибегать к разным источникам информации. Понятно, что татуировка наносится на кожу, и если говорить про археологические раскопки, то очень редко мы встречаемся с ситуацией, когда сохраняется тело человека так, что мы можем изучать рисунок на коже. Хотя есть такие примеры, когда тело человека мумифицируется, либо это происходило, потому что специально об этом думали те, кто хранил этих людей, либо это связано с какими-то природно-климатическими условиями, которые консервируют тело человека. Так вот, если говорить непосредственно про археологические раскопки, то, конечно, очень интересный пример – это ОЦИ или ЭЦИ, как его у нас произносят, найденный в горах Тироля в начале 90-х годов. Человек, ну, то есть, собственно, он был найден в горах, и сначала подумали альпинисты, которые обнаружили, что это кто-то, кто погиб в какой-то несчастный случай несколько десятилетий назад. Но потом стало ясно, что он одет в необычную одежду, и что это человек, который жил в глубокой древности. Собственно, для того, чтобы изучать эту мумию, был создан специальный институт, сейчас он находится на территории Италии, и показано, что этот человек жил свыше пяти тысяч лет назад. Действительно, на его теле найдены, может быть, не очень такие выразительные татуировки, но их 58, и это какие-то черточки, точки, в одном случае, по-моему, крест. Что это значит, мы не знаем, но явно это что-то говорило его соплеменникам, это делалось не случайно. Другой пример, более, может быть, выразительный и с точки зрения... А там про Эдси, мне кажется, еще можно упомянуть, там же интересная есть штука, что его исследовали именно, ну, вот эту мумию исследовали антропологи, медики, я не знаю как, и они обнаружили у него заболевание. Да. И всегда место татуировки совпадает с местом вот этого заболевания. То есть у него там, условно, был артрит, и ему якобы, ну, видимо, пытались так лечить. Ну, вы знаете, нельзя сказать, что место татуировки совпадает с заболеванием, но мы же знаем, есть такое популярное направление, как акупунктура, да, и что, ну, вот какие-то активные точки, применяемые сегодня в восточной медицине, они вроде бы совпадают с некоторыми местами нанесения этой татуировки. Так что можно обсуждать еще и такую вполне лечебную составляющую. Но, в принципе, этот человек не был каким-то совсем болезненным инвалидом, он прожил вполне активную жизнь для своей эпохи, и, собственно, он погиб, на него напали, он был ранен, и он скрывался в горах и замерз. Вот, собственно, вот такая вот история его жизни. Ну, он был горец, для него это было вполне типично. Сейчас про него знают все, что он ел на последний ужин, как он питался до этого, он имел какие-то контакты с медью, поэтому, может быть, он даже был каким-то кузнецом, бронзолитейщиком. То есть, ну, это отдельная специальная область исследований, которая называется палеопатология, занимается болезнями древних людей, и, конечно, это прекрасный пример для всех изучения этой мумии. Но тут для нас важно то, что у нас есть единственная мумия, ну, такого времени, найденная на территории Европы, и она несет на себе татуировки. Идем дальше. Где мы еще находим мумифицированные останки, на которых мы видим вот эти неизгладимые знаки? Очень известный пример — это территория Китая нынешняя, Синьцзянь. Синьцзянь — уйгурский район. Вот пустыня — это Кламакан. Там ситуация другая. Там как раз очень жарко, очень сухо, и вот песок пустыни, он консервировал тела. Хотя, в общем-то, есть все основания полагать, что люди, которые совершали погребение своих соплеменников очень давно, они знали про вот этот мумифицирующий эффект, и они что-то такое предпринимали. Так вот, там найдена целая серия останков. Тел людей, которые жили там, ну, начиная с периода 4 тысячи лет назад до примерно 200-го года до нашей эры. То есть достаточно большой кронологический диапазон. Причем там можно найти в интернете фотографий, их много. Лучше на ночь не смотреть, но посмотреть стоит, потому что такое ощущение, что их похоронили там... Ну, совсем недавно. Да, причем очень интересно, что эти люди были такими настоящими европеоидами, в общем, характерными чертами внешности, типичной, ну, вот для населения европейского региона, причем вот и до нашего времени, и в древности. То есть это нам показывает пути миграции, пути распространения населения, какие связи существовали между людьми еще совсем недавно, еще две тысячи лет назад. И действительно, в основном вот в области лица очень выразительная татуировка сохранилась, интересный рисунок. И, в общем-то, эти изображения проинтерпретированы специалистами. Как правило, вот в области лба, например, находится знак, который обозначает солнце, так называемый солярный символ. Это весьма распространенная, по-видимому, традиция, потому что похожие знаки мы, например, встречаем на территории Южной Сибири, где жило, по-видимому, родственное население в последних веках до нашей эры. Там были распространены так называемые погребальные маски, вот та штыкская культура. И рисунки татуировки вот у тех, кто жил в Китае, в Синьцзяне, да, и тех, кто жил в Южной Сибири на этих масках, очень совпадают. Вот это тоже интересно. Вот. Ну и, наконец... Там еще на руках, насколько я помню, у них там что-то было тоже какие-то... Да-да-да. Ну, там они уже изображали что-то другое. Наконец, конечно, очень красноречивый, красивый пример, который всегда приводится, это уже территория нашей страны, это раскопки на территории Горного Алтая, плато Укок, где хоронили своих близких, носители так называемой пазырыкской археологической культуры. Это тоже последние века до нашей эры культура входила в сферу скифского мира, весьма характерная, ну, в общем, это связано и с характерными орудиями труда, и с очень характерным изобразительным стилем, так называемый скифский звериный стиль, который, наверное, все, кто бывал в Эрмитаже и имел возможность увидеть, изображение кошачьих животных, изображение копытных, на которых нападают эти кошачьи. И, в общем, надо сказать, что очень повезло специалистам, что это плато Укок находится в зоне вечной мерзлоты, и захоронения, они часто попадают в такую ледяную линзу, которая служит консервантом, ну, вот таким консервантом. Причем, возможно, эта линза иногда создавалась преднамеренно, потому что захоронение было, как правило, естественно, в летний период, вот, но они знали, как это делать. И в 94-м, по-моему, году была вскрыта самая известная могила в настоящий момент, это могила пазырыкской молодой женщины, около 25 лет ей было, когда она умерла, и эта мумия как раз покрыта невероятной сохранностью татуировками, которые, в общем-то, повторяют те мотивы, которые до этого встречались на одежде, вот эти рисунки, татуировки на разных бытовых предметах, и по интерпретации археологов, которые раскопали эту могилу, эти изображения — это не просто орнамент, это не просто декоративный элемент, это такой священный текст, который как раз отсылает нас к мифам этого пазырыкского общества, к каким-то религиозным системам, которые до конца, конечно, нам восстановить вряд ли удастся. — Но это очень важно, именно как раз то, что татуировка помогает нам понять то, как думали эти люди, и как-то восстановить их мифологию, потому что там есть, вот, давайте обсудим, там интересный мотив того, что у них у всех на ногах, ну, то есть на нижней части тела расположены там змеи, ящерицы, там рыбы какие-то, хладнокровные гады, как мы их иногда называем, а на верхней части туловища у них теплокровные животные, такие более, что называется, благородные, там какие-нибудь тигры, львы, козлы, кабаны, что-то вот такое, как мы это можем интерпретировать, и причем я так понимаю, что это не только там встречается, я имею в виду, в других обществах тоже есть такое разделение на верхний нижний мир. Это очень хороший вопрос, потому что действительно существует какая-то универсальная система образов, свойственных для всего человечества, которая опирается на архетипы, архетипы, понятие, которое предложил еще Карл Юнг, отображает коллективное бессознательное, то есть это нечто общечеловеческое, это те образы, которые все время продуцируются, и в общем существуют даже у тех людей, которые живут вполне себе цивилизованной жизнью. Понятно, что в дописьменный период активизация архетипов была совершенно другая, и они проявлялись и в обрядах, и в том, что мы воспринимаем сегодня как декоративное искусство. Так вот, существует такое четкое разделение мифологических персонажей, которые связаны с подземным миром, это вот, как вы сказали, холоднокровные животные, это рыбы, змеи, хтонические животные, да. И существует такое универсальное представление, что действительно, скажем, ноги, нижняя часть тела человека, они как раз связаны больше с подземным миром, да. А вот, допустим, область головы, она связана с солнцем. И неудивительно, что, я уже говорила, солярные схематические знаки, встреченные на голове у мумий в пустыне Токламакан, ну и, кстати, вот изображение оленей, изображение лошадей, потому что это тоже были священные животные, которые осуществляли еще при этом связь между мирами, да, между небом и местом, где проходит повседневная жизнь человека. И это замечательно, то, что мы можем так много понять про представление этих людей, хотя они жили в бесписьменном обществе несколько тысяч лет назад, но именно татуировки нам дают как бы вот такое окошко, через которое мы можем это все изучать. И плюс, насколько я понимаю, это совпадает уже с какой-то современной этнографией, которую мы знаем. Например, вот миф, про который рассказывали полинезийские, про то, как, собственно, появилась татуировка, и это тоже очень интересно, и она тоже связана с загробным миром, я так понимаю. Ну, действительно, данные этнографии иногда очень помогают, этнографии, фольклористики помогают нам понять, собственно, как думали люди в эпоху первобытности. И в данном случае вот территория Новой Зеландии очень показательна, потому что это население, которое долгое время развивалось в изоляции от европейских влияний. Поэтому миф об обретении татуировки, который записан для Маори, он очень важен. Тем более, что, в общем-то, это известно, что татуировка, принятая у аборигенов Новой Зеландии, она вообще очень сложна, она очень болезненна, она очень высокостатусна была. И вот когда британцы заключали с племенными вождями договоры в свое время земельные, потому что там были свои имущественные отношения, то маорийские вожди всегда на документах ставили знак своей татуировки. То есть это было как личный герб. Это очень важная вещь. Так вот, вернусь к мифу, который был записан, ну, вот тоже исследователями XIX века фольклора. Речь идет о герое, ну, земном человеке, который женился на девушке из потустороннего мира, это так называемый священный брак, и он на некоторое время переселился к ней в этот потусторонний мир, причем у нее были очень такие высокостатусные родители, потому что ее мать была богиней ночи, а ее отец был божеством, ответственным за землетрясения, то есть это очень важно для этого региона, в котором постоянно эти землетрясения происходят, это очень могущественные силы. И именно в этом загробном мире герой подвергся очень болезненной процедуре татуировки. Дальше он уходит из этого загробного мира, и он совершает ошибки на своем обратном пути и теряет возможность вернуться обратно, но он несет людям бесценный дар татуировки. Собственно, вот до этого люди только раскрашивали свои лица, и эту раскраску можно было смыть, а вот теперь он приобрел настоящий неизгладимый знак, и фактически эта тема так и звучит в этой легенде, что он приобрел знак МОКО, который не сотрется. Обращаю ваше внимание, что как раз у Маори называется это не татуировка, как мы думаем, а МОКО, настоящая татуировка. То есть темология этого слова, она другая. Ну то есть и мы приходим к тому, что вот именно в таком дописьменном обществе татуировка это очень важно, это для человека все. Это и его представление о мире, это и его паспорт, это и обозначение его социального статуса, возраста, пола, что еще там, племени, да. То есть вот он весь как бы несет на себе вот весь свой мир, да, то есть кто он есть, и мы это отмечаем. И для них как раз это очень важно и статусно. Как это все делалось? Вот мы можем вкратце рассказать об основных технологиях. Ну, во-первых, татуировка, она имеет смысл только у людей, у которых светлая кожа. Об этом писали еще ранние исследователи. Когда мы говорим про население Африки, про население океании, то очень часто применяется шрамирование, потому что татуировка просто бессмысленна, она не нужна. И точно так же вот всякие варианты туземного пирсинга, они тоже фактически являются заменой татуировки. Ну, вводили под кожу разные субстанции, если говорить о населении уже светлым, ну, светлокожим. Очень часто это могла быть какая-то зола, причем зола священного очага. Скорее всего, это имело еще параллельно какие-то, ну, такие показания, ну, это не так опасно. Хотя иногда специально шли на введение каких-то опасных субстанций, потому что это было испытание. Ну, и, наконец, опять же, если мы говорим про древность, мы не можем до конца понять, как это делалось. Ну, в данном случае, наверное, лучше опираться на какие-то этнографические примеры, чтобы быть более уверенным. Получается, что более или менее технологии это, на самом деле, не меняются уже много тысяч лет. Ну, скорее всего, да. Вот мы сейчас поговорили об архаичном, о дописьменном обществе, но вместе с ним татуировка не умерла. И вот после новостей мы вернемся и поговорим о том, как развивалась традиция татуировки уже во времена цивилизованной. Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз доброе утро. Это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Мария Борисовна Медникова, и мы обсуждаем татуировки. Их историю, возникновение, как они менялись. Мы, в общем, говорим о том, что это общечеловеческое явление. Не только, как мы привыкли их видеть на японцах или на полинезийцах, а вполне себе на нашей территории наши предки этим пользовались. И пользовались очень активно. Мы уже обсудили то, что значили татуировки для людей до письменного общества. Но в тот момент, когда начали возникать первые цивилизации, они, в общем, никуда не делись. Единственное, что они чаще всего смысл поменяли. Вот давайте поговорим о... И, кстати, нам их легче изучать в каком-то смысле, потому что уже и письменные источники появляются. Давайте поговорим о... Как, в общем, изменилось восприятие этой татуировки в античности, например, в Греции? Ну, надо сказать, что мы сейчас должны обратиться к такому явлению, как появление письменности. Надо сказать, что 99% истории человечества прошли без умения писать, воспринимать тексты. И изначально, в общем, это носило такой сугубо утилитарный экономический характер, безусловно. Но, тем не менее, вот овладение этим навыком, оно, по-видимому, очень поменяло психологию людей и имело далеко идущие последствия. Но в данном случае вот восприятие такого явления, как манипуляция со своим телом и татуировки. Здесь мы можем опираться, конечно, на тексты, которые оставлены нам древними авторами. Понятно, что это не такой стопроцентный источник информации, потому что люди были всегда субъективные. И то, о чём пишут, тем более иногда с чужих слов эти древние авторы, это всегда требует перепроверки. И, собственно, вот критическое отношение к письменным источникам – это основа основ любого исторического исследования. Но, тем не менее, если говорить о таком явлении, как татуировки, то они упоминаются, и мы можем понять, сопоставляя разные тексты, какое было отношение, скажем, у древних греков и римлян к этому явлению. Собственно говоря, они были, ну, во-первых, татуировки возможно даже содержатся и в священных текстах, скажем, в Ветхом Завете. Есть, например, упоминание о том, что не стоит в знак траура наносить царапины и письмена на своё тело. То есть это значит, что при возникновении монотеистической религии возникает такое отторжение старой языческой практики траура, когда плакальщики разрывали своё тело, и, может быть, иногда близкие люди наносили себе какие-то вот неизгладимые знаки. Это хорошо известная этнографическая традиция, соответственно, мы можем предполагать, что когда писался Новый Завет, то есть Старый Ветхий Завет, извините, да, такая практика существовала на территории Ближнего Востока, и она не воспринималась положительно. Значит, это уводит нас уже в позднюю эпоху бронзы, скажем, конец второго тысячелетия до нашей эры. Теперь, что касается Греции, существует обширная литература о том, что татуировки наносились рабам, наносились преступникам, очень часто на область лица. Это всегда было символом унижения, наказания. И поэтому, когда греки встречались путешествия с другими народами, для которых татуировка была престижна, они этого не понимали. Они думали, что речь тоже идет о наказаниях. Ну, в общем-то, похоже отношение к татуировкам от греков унаследовали римляне, и тоже римская литература содержит очень много таких примеров. Правда, римляне в поздний период стали, в общем-то, практически применять это не только как наказание, но и для обозначения принадлежности. В частности, иногда у легионеров были татуировки, которые показывали их принадлежность определенному легиону. Такие народы, как фракийцы, которые вроде бы входили в сферу распространения античного мира, сохраняли очень позитивное отношение к татуировкам. И это было отмечено древними авторами, которые пытались предположить, откуда этот обычай появился, и многократно описывали, что эти люди отображают какие-то сложные рисунки на своем теле, орнаменты, и неужели они так сильно наказаны. Точно так же именно древними авторами были описаны татуировки у скифов. Это очень важно, потому что до нас не дошли мумии скифского населения, просто потому что они жили в такой зоне, где не сохраняются тела в такой степени. Но как раз понятно, что здесь совершенно противоположное отношение к татуировкам, как к знаку престижа, поскольку это было общество военной демократии, и статус воина был очень высок, то, по-видимому, именно вожди обладали наиболее богатыми рисунками на своем теле. А вот я понимаю, на самом деле, логику, что называется, раннего христианства, ветхозаветную логику, что тело, оно сотворено богом по образу и подобию, и, соответственно, поэтому его нельзя портить там как-то и изменять. А в чем была логика античная? Я имею в виду Греции и Рима, потому что они же... Что же языческие религии еще? Ну, вы знаете, для греческой и, ну, вообще для античной традиции все-таки свойственен такой антропоцентризм. И не случайно, в общем-то, говорят, что истоки гуманизма, они восходят к этой эпохе. И отношение к телу, да, то есть они понимали, они чувствовали тоже вот эту тему манипуляций со своим телом как очень серьезную тему, но они перевели вот эти действия именно в сферу наказания людей, унижения людей, да. Они воспринимали, да, как народоязыческие традиции, они воспринимали это как очень сильное воздействие, но с отрицательным знаком. Вот мне кажется, уже потому, что это такое очень, ну, как сказать, цивилизующееся общество и общество, в котором зарождается и распространяется письменная культура. Но то, что особенно важно было не наносить знаки на лицо человека. Собственно, это же не только прагматическое такое действие когда они писали на лбу у раба, что я принадлежу там господину такому-то, приведите меня в дом на Вентинском холме, да. Или там приговорён к галерам, ну, то есть там какие-то конкретные замечания. Да. В этом смысле раннехристианская традиция, она целиком наследует вот это античное отношение. И любопытно, что здесь вот такой происходит симбиоз. То есть ни в коем случае нельзя наносить знаки на лицо человека. Это очень плохо. Это действительно портит божественный облик. Но в то же время есть письменные источники, которые говорят о том, что ранние христиане могли наносить тайные знаки, например, в область руки. Именно они говорили о принадлежности к христианству. Такие тексты есть. Я так понимаю, это прямо упоминается в Библии, при том, что мы говорим про Петра, про апостолов, то, что у них были какие-то татуировки или там шрамирование. Ну, вообще, стигма — это как раз греческое слово, которое обозначает татуировку. И поэтому вот стигматы, да, которые говорят о принадлежности христианской религии, может быть, иногда их стоит воспринимать буквально. Ну, по крайней мере, может быть, как метафора, в общем-то, идея о стигматах, она существует в проповедях, собственно, ранних пророков, да. И поэтому иногда это исследователями зарубежными воспринимается как такое непосредственное доказательство, что применялась эта практика, тем более, что, в общем, территория раннего христианства, она включала территорию Сирии, где до этого эта языческая практика была очень сильно распространена. И вы, вот я знаю, занимались с лечением разных переводов в Библии для того, чтобы обнаружить там вот эти вот знаки, потому что там где-то даже прям конкретно написано, что типа нанесу на руку имя Бога своего, или что-то вот такое. Да-да-да, это действительно так, и, ну, это, в общем-то, не секрет, что переводы Библии на разные языки отличаются, и, скажем, тот текст, который известен нам, он сильно отличается от английского перевода. И вот как раз эти ветхозаветные в основном тексты, они не совпадают, потому что там буквально вот в англоязычной версии говорится о том, что нанесу имя Господа на руку свою, да, то есть вот такой текст. И поэтому это и воспринимается зарубежными авторами, зарубежными культурологами, историками, как свидетельство практики татуировок в эпоху бронзы и раннего железного века. Ну и, насколько я понимаю, со времен христианизации Римской империи вот это вот отношение к татуировкам, оно только закрепилось. Более того, даже вот когда уже началось именно христианизация, насколько я понимаю, даже в качестве наказания запретили наносить татуировки на лицо, прям были какие-нибудь конкретные законные акты там в четвертом, что ли, веке, например. Да, так было, но были какие-то всплески этой традиции, именно как наказание. Вот, скажем, уже в византийский период два священнослужителя были вот так наказаны императором, и, ну, это было какое-то экстраординарное наказание, очень жестокое, как можно судить. Хотя в это же время на территории Европы, но на севере татуировки цвели пышным цветом, ну, прежде всего, скорее, у кельтского населения, об этом тоже есть хорошее свидетельство именно позднеантичных авторов. То есть север Европы, кельты и викинги, безусловно, которые, ну, очень долго придерживались этой языческой, архаической традиции. Ну, и, собственно, очень известный текст Ибн Фадлана про похороны Руса, он и говорит о том, какие это были татуировки, что они изображали. Но потом, безусловно, с христианизацией скандинавского населения эта традиция ушла. Очень любопытно, что существует параллелизм в развитии вот этого отношения к татуировкам, если мы обращаемся к совершенно отдельной территории Дальнего Востока. Я имею в виду территорию японских островов, которые очень долгое время развиваются независимо, очень невероятной древности культуры дзюмон, и потом население приходит через территорию Кореи, совершенно другого происхождения. И, по-видимому, вот это совсем древнее население, оно практиковало эти татуировки всегда. И, собственно, до этнографических племен татуировки Айну очень хорошо известны. Они и описаны, и даже сфотографированы, потому что вот буквально до нашего времени доходят. Но вот это население, которое поработило их и вытеснило, оно очень быстро стало негативно воспринимать татуировки. И, собственно, опять же, это связано с развитием государственности, с развитием письменности. Это становится знаком наказания. То есть именно как раз на лбу, так же, как вот римляне клеймили на лбу рабов, не клеймили, а татуировали. Это разные воздействия. Точно так же татуировки наносились на лоб преступникам в Японии. Ещё в первом тысячелетии нашей эры, это описано, наносился иероглиф Аку и наносилось изображение собаки. А потом вот произошла любопытная инверсия. И то, поскольку общество очень клановое, профессионально, скажем так, разделённое, то, в общем, профессиональные преступники якутца, они наоборот стали это использовать как знак отличия. И, собственно, вот до нашего времени эта традиция сохраняется. Насколько я понимаю, что в какие-то публичные японские бани не пускают людей с татуировками, потому что это знак их принадлежности определённому параллельному преступному миру. А вот когда, хорошо, вся Европа христианизовалась, у нас настало Средневековье, там что, эта традиция совсем умерла? Или она как-то влочила своё существование до наших времён, чтобы мы про неё вообще помнили? Ну, вы знаете, эта традиция, наверное, до конца неистребима. Она в христианских странах, естественно, замирает, но в каких-то обособленных группах она нет-нет-допроявляется. Причём вполне себе выцерковлённых и настроенных должным образом. Например, феномен пилигримов, которые путешествовали большими компаниями, опять же, из Европы на восток. И, ну вот опять же, есть данные, что в момент совершения паломничества им наносили знак. Да, это не была так татуировка, как у скифов. Но здесь очень интересный момент путешествия, да, и вот обособление групп людей. Наверное, это отдельная большая тема, но есть основания думать, что изоляция любая, либо социальная, либо какая-то вот физическая, она запускает в мозгу человека некие достаточно архаические моменты поведения. И поэтому люди, которые, ну, долгое время скитаются где-то отдельно, как моряки или те же самые паломники, или изолированы в тюрьме, или проходят какие-то сложные обряды посвящения, они иногда начинают показывать примеры вот такого очень первобытного поведения, и в том числе возникает тема татуировок. Это действительно так. То есть в этих карцерных сообществах, в принципе, очень часто, ну, именно первобытное мышление, да, возникает? Мы сейчас говорим о том, что татуировки, они вот именно в таких сообществах, они возникают не просто потому что как мода там какая-то, а это именно вообще как сложный комплекс представлений, который выращается в таких условиях. Это запрограммировано. Мне кажется, это еще ждет своих исследователей со стороны психологии. Точнее, наверное, такие исследования есть, но их надо как-то состыковать вот с тем массивом данных, которые мы имеем по всяким письменным и тому подобным источникам. Ну вот, мне кажется, что и фольклористика, она тоже может служить очень важным таким аргументом для таких интерпретаций. В частности, призываю всех прочитать замечательные работы Владимира Яковлевича Пропа, и в частности его классическое произведение «Исторические корни волшебной сказки», написанное еще в 20-е годы, содержит, если хорошенько подумать, тоже отсылку к теме татуировок. В частности, он там описывает такие сквозные сюжеты, характерные для некоторых европейских сказок и русских сказок. Такой сюжет, как «Печать царевны», можно, например, упомянуть. То есть молодая девушка, дочь правителя, находится в изоляции, она сидит в башне, допустим, и не имеет контактов с внешним миром. И вот герой при помощи обычно какого-то волшебного спутника, ну, например, волшебного коня, как сивка-бурка, он преодолевает преграды, он нарушает это заточение, и что делает в этот момент царевна? Она наносит ему какой-то неизгладимый знак. Ну вот непосредственно, в общем, она ему наносит шрам в область лба, например. Дальше они расстаются, и дальше только при помощи этого шрама она его может узнать в каких-то других условиях, потому что почему-то в лицо его иначе никак узнать нельзя. Таких сказок огромное количество. И на самом деле это нам показывает, здесь сочетается и мотив изоляции, и мотив посвящения, и мотив вот этого какого-то статусного, священного брака, да, который, в принципе, пронизывает жизнь людей, начиная с их происхождения. И очень показательно, что в этот момент возникает тема татуировки, потому что она связывает людей вот в момент испытания. То есть, казалось бы, да, вот уж про русские сказки никогда не подумаешь, но на самом деле, если пронизировать, и там тоже встречается этот мотив. И более того, он встречается невольно даже в современной литературе. Вот мне очень нравятся ваши примеры, которые вы приводите, о том, как вот это архаичное сознание, причем в тех же самых формах, возникает в современной литературе. Давайте рассказывать про Гарри Поттера. Мне кажется, это очень интересно. Да, ну, в общем, сюжет называется «Гарри Поттер. История шрама». Ну, дело в том, что Гарри Поттер — это, конечно, прекрасная книжка, на самом деле, замечательная литература, которая очень грамотно, но, может быть, и не всегда сознательно со стороны автора оперирует архетипами, какими-то базовыми сюжетами, которые вызывают у нас всех наибольший отклик. И вот, действительно, когда я писала про татуировки, совершенно, ну, опять же, это как-то пришло само на волне популярности этого фильма, но на самом деле шрам, который имеется на лбу Гарри Поттера, это идеальный образ татуировки, именно в том смысле, как она была характерна для представителей первобытного общества, потому что это знак неизгладимый, который виден всем, который помогает идентифицировать его владельца, который предупреждает этого владельца об опасностях, потому что мы знаем по тексту, что он начинает пульсировать, когда ему угрожает опасность, то есть он оберег. И главное, что он возник в момент испытания, перехода, когда мальчик балансировал на грани жизни и смерти, когда на него напал Волдеморт. И на самом деле это точно соответствует состоянию психологическому людей в момент обрядов перехода от подростка к взрослому, при выходе замуж и тому подобное. Ну и второй пример, который можно привести... Кстати, интересно было бы спросить у автора вообще, насколько осознанно она этот мотив воспроизвела. Вы знаете, вот это интересно, что иногда авторы, когда приходят такие сюжеты, они не сознают, но тут как бы вот сам этот архетип, который где-то присутствует в недрах нашего подсознания, он может прорваться на поверхность. Но это те примеры, это те сюжеты, которые привлекают всеобщее внимание и действительно делают эти произведения очень популярными. Ну вот. И второй быстрый пример, потому что, если я успею привести, это еще одно невероятно популярное произведение, это властелин колец и неизгладимый знак, который обретает главный герой Фродо, вот когда он бросает кольцо в жерло вулкана, мы помним, что у него в этот момент горлом откусывает палец и оставляет ему тот самый неизгладимый знак. То есть вот тоже герой балансирует на грани жизни и смерти, и он никогда не будет уже другим. Да, он меняется не просто физически, он меняется психологически. Я не думаю, что это сознательная находка автора, но очень точная с точки зрения того, что мы знаем о людей прошлого, о создателях археологических культур. И как мы помним, Фродо тогда, ну, таким уже обратно-то и не стал, он так и не вписался в общество хоббитов обратно, так и не вернулся, ему пришлось с эльфами уплывать. Да, но он как бы занял более высокую ступеньку, да, он действительно, он примкнул к эльфам, да, то есть он переродился. Чтобы люди не удивлялись, кто не слышали прошлую программу, на самом деле вот эти вот отрезанные пальцы это того же самого порядка явления, что и татуировки, и клеймирование. Мы говорили об этом в прошлой программе, когда в некоторых сообществах было принято во время инициации отрезать, например, девушкам фаланги пальцев. Это вот как бы того же сопорядка явление. Это была программа «Родина слонов». Мы сегодня говорили о том, как закончили, я думаю, тему закрыли, того, как люди изменяют свое тело. Говорили о татуировках. У нас была в гостях Мария Борисовна Медникова. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот. Напоминаю, что вы можете присоединяться к нашим группам в соцсетях, там появляется много дополнительной информации. Спасибо. 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 Спасибо.